Эфир продолжает информационная программа Котласского объединения телевещания. Здравствуйте, я Роман Иверчук и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях первого понедельника сентября. Недетская шалость. В батутном центре Котласа в минувшие выходные произошел несчастный случай. Тяжелую травму позвоночника во время развлечений получил 40-летний мужчина. Бортом сауны авиации в срочном порядке его отправили в Архангельск. Подробнее о случившемся расскажем завтра. Жители Котласа не торопятся оплачивать счета. За 9 месяцев текущего года сумма задолженности только по имущественным налогам составила 33,5 миллиона рублей. Налоговым кодексом Российской Федерации для плательщиков единого налога на вмененный доход предусмотрен льготный режим налогообложения. Однако более 900 предпринимателей в Котласе, а это 67% от общего числа вмененщиков, являются должниками. Всего задолженность составляет в бюджет муниципального образования города Котлас 7,8 миллиона рублей. Это очень тревожная ситуация, поскольку на нашей территории из семи муниципальных образований только город Котлас попадает в такую ситуацию по задолженности с единым налогом на вмененный доход. Еще 8 миллионов 700 тысяч рублей городской бюджет недосчитался ввиду нерасторопности предпринимателей, работающих по упрощенке. Льготным специальным налоговым режимом в городе пользуются более 2 тысяч граждан, треть из них – должники. С уплатой страховых взносов аналогичная ситуация. Более 7 тысяч предпринимателей Котласа на 1 сентября имеют задолженность по страховым взносам за себя лично и за своих наемных работников на общую сумму более 92 миллионов рублей. Недоимку налоговикам приходится взыскивать в судебном порядке. И такая работа продолжается. За 8 месяцев текущего года удалось взыскать более 12 миллионов рублей. С 1 сентября сотрудники ОМВД России и Котласки перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневное дежурство возле образовательных учреждений несут участковые и полномочные полиции и личный состав отделения ГИБДД. Всего в Котласе и Котласском районе организовано 27 постов. Внимание инспекторов к образовательным учреждениям в начале осени не случайно. Вернувшись после длительных каникул в город, дети зачастую плохо ориентируются в дорожной обстановке. Забыли элементарные правила пересечения проезжей части. Без помощи взрослых им не обойтись. Зачастую можно увидеть, как школьники, переходя по пешеходному переходу, разговаривают по телефону. А это может привести к несчастному случаю. Также хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они ежедневно напоминали своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Где и как нужно правильно переходить дорогу. Особенно это касается нерегулированных пешеходных переходов. Четвертая школа в Котласе находится под боком у линейного отдела внутренних дел на транспорте. Между тем, это не мешает родителям учеников нарушать правила безопасности. Об этой проблеме сегодня на общегородской планерке заострил внимание начальник МВД России Котласский Эдуард Рукавишников. Водители 4-й школы у линейного отдела, они подъезжают туда подальше, к другому входу, усаживают детей по правой стороны, если из города выезжают. И они прямо дорогу переходят. А эта дорога у нас сейчас загружена в связи с тем, что объездная нету, институты закрыты. Приходилось нам замечание сделать. Только за минувшую неделю на дорогах Котласа произошло три учетных ДТП. Четыре человека получили серьезные травмы. В целях безопасности в первую очередь юных пешеходов дежурство возле школ будет продолжено до 8 сентября включительно. В Архангельский день знаний обращила страшная авария. 1 сентября на злополучном Ленинградском проспекте около 95-й школы столкнулся грузовой автомобиль и «Жигули». Погибли три человека. Один серьезно травмирован. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Все произошло около 11 часов. Водители «Жигулей» с пассажирами, как и рулевой грузовика, ехали по своим делам. И, конечно, никто не ожидал такого трагического исхода. Жизни трех человек – водителя, пожилых женщины и мужчины, что находились в отечественном автомобиле, оборвались. С помощью гидрористского инструмента отжали дверь. Человека достали, передали скорой помощи. Единственный, кто выжил в «Жигулях» после столкновения – 16-летний подросток. Он получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимацию. «В седьмой модели было четыре человека. С пассажирами жизни один человек. Пассажир на заднем сидении за водителем. При помощи гидрористского инструмента отжали дверь. Человека достали, передали скорой помощи. Он был в сознании. Сознание спутанное. Пробовал помочь нам, когда его эвакуировали». По словам очевидцев жуткой аварии, «семерку», которая двигалась со стороны города, подрезала черная иномарка. Водитель вывернул руль влево, оказался на встречной полосе и столкнулся с газоном. «Семерку» подрезала темная машина. Номера и марку не рассмотрели. Он и вылетел на встречную полосу, прямо под газоном. На газоне уйти от столкновения было нереально. Справа тоже были машины. Движение было интенсивное. Кто сколько смог, оттормозился. Результат вон налицо. Водитель автомобиля, который по предварительным данным спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП, разыскивает полиция. «Все обстоятельства происшествия устанавливаются». Участок дороги на Ленинградском проспекте около 95-й школы уже для многих стал роковым. Практически на этом же месте в минувшее воскресенье 27 августа пьяный водитель насмерть сбил на зебре женщину и ее 19-летнюю дочь. А в сентябре 2014 года здесь же погиб 13-летний Вася Суходольский. Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы власти и надзорные органы обратили на этот участок пристальное внимание. Накануне в России вспоминали жертв террористической атаки на Беслан. Котлашане собрались на митинг памяти у Вечного огня, где склонили головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. Присоединился к всероссийской акции и Архангельск. В день солидарности в борьбе с терроризмом на Вологодском кладбище прошел митинг «Мир в наших сердцах». Здесь собрались родственники тех, кто погиб при исполнении воинского долга – ветераны боевых действий, представители власти и военно-патриотических организаций. Они возложили цветы к афгано-чеченскому мемориалу. А учащиеся кадетских классов архангельских школ запустили в небо шары белого цвета, как символ мира во всем мире. Напомню, День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается уже 12 лет. Памятная дата связана с событиями в Беслане, когда 1 сентября 2004 году боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более 300 человек. Никому даже в голову не приходило, что найдутся те, кто сделает этот праздник горем, что прольются слезы, что расстанутся жизнью дети и взрослые. Те, кто это совершил, наверное, людьми назвать нельзя. Митинг на Вологодском кладбище дал старт декады борьбы с терроризмом, завершится которое 12 сентября. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. В школе 9761 находится бомба. Продолжаем. С 1 сентября будут проиндексированы стипендии студентов всех российских высших учебных заведений. Поскольку индексация производится по уровню инфляции, то рост стипендий составит 5,9%. Увеличенные стипендии будут получать как вновь поступившие, так и студенты, продолжающие обучение. Средства на это заложены в федеральном бюджете. Там же предусмотрена и дальнейшая индексация стипендий. В 2018 году на 4,8%. В 2019 году на 4,5%. Таким образом, минимальный размер стипендий в новом учебном году составит 1419 рублей. В следующем 1487. А в 2019 году 1554 рубля. В отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Котласу и району подвели итоги противопожарного сезона. С 1 мая по 10 августа лесных пожаров на территории Котласа и района не зафиксировано. Основными причинами городских пожаров являются неосторожное обращение с огнем и электроприборами, неисправность проводки и розеток. С начала года на территории города Котласа произошло 50 пожаров. Из них, значит, с 1 мая 2017 года произошло 23 пожара. В 2017 году количество ростов пожаров по сравнению с 2016 годом не зафиксировано. С начала года на территории города и района зафиксировано 75 пожаров. По сравнению с 2016 годом этот показатель уменьшился на 15. Локальных возгораний тоже становится меньше. Если за 8 месяцев прошедшего года зарегистрировано 190 пожаров, то в этом году 145. Осень – золотое время для охотников. Именно в это время года самый продолжительный охотничный период – практически 3 месяца. По статистике увеличивается и число несчастных случаев среди любителей пострелять дичь. Пока все с грустью смотрят в календаре, огорчаются приходу осени, любители охоты расчехляют ружья и готовят снаряжение. Однако это увлекательное хобби еще и опасное. Ежегодно регистрируется не одна сотня несчастных случаев на охоте. Основные причины несчастных случаев на охоте – это несоблюдение охотниками требований техники безопасности, стрельба на шом, на шорох и стрельба по неясновидимой цели. Новоиспеченные охотники зачастую безответственно относятся к технике безопасности, забывая ее требования сразу после получения охотничьего билета. Хотя и это не самое страшное. Александр Коцаруба – охотник с 15-летним стажем. Главной причиной несчастных случаев на охоте он считает совсем другую проблему. Самое большое зло на охоте – это алкоголь. То бишь алкоголь и охота – это вещи несовместимые, тем более когда именно идешь с оружием. Вечером в избе, в компании, да, можно посидеть, выпить, но ни в коем случае не именно на самой охоте. Все проблемы, в принципе, в большинстве случаев только из-за алкоголя. Правила безопасности на охоте Александр знает наизусть. Быть внимательным и стрелять только по четко видимой цели, чтобы случайно не попасть в человека. Но тогда, как обезопасить себя и самому не стать мишенью? Помочь в этом должна правильная экипировка. Наша северная охота является, как таковой, коллективной охотой. Ну, в основе, большинство правил не соблюдается. Люди попытаются быть более незаметными, используя камуфляжную одежду и так далее. Ну, это может привести к трагедии. В частности, лучше использовать вот подобную экипировку. С примером, этот жилет. В принципе, легкий, с собой взять ничего не стоит. Взяли, накинули. Будьте уверены, что случайно пуля соседнего охотника не прилетит к вам. В западных странах использование охотниками комбинезонов, шапок и жилетов ярко-оранжевого цвета закреплено на законодательном уровне. В нашей стране пока что такого регламента нет. Кроме того, многие любители охоты ошибочно считают, что яркий цвет будет отпугивать добычу. Скажите, а вот такой яркий внешний вид, он не отпугнет животных? Ну, абсолютно нет. Потому что объекты коллективной охоты, зачастую такие, как лось, кабан, не видят в цветовом таком диапазоне. Они как дальтоники. Стоимость такой экипировки ничем не отличается от цены привычного охотничьего камуфляжа. Охотник не станет заметней для животных, а вот здоровье и, возможно, жизнь яркая одежда поможет сохранить. В этом году юбилей отмечают не только Архангельская область и наш город, но и Котловский детский дом. Учреждению исполняется 60 лет. В связи с этим 28 октября в 3 часа в Дворец культуры мы приглашаем всех выпускников, всех работников, всех ветеранов и всех тех, кто имел или имеет отношение к детскому дому. Итак, праздничное событие пройдет 28 августа в 15 часов в Котловском дворце культуры. Выпускников детского дома просят откликнуться по номеру 2-44-13. Новости из павильона Рыбный на Невского 14 продолжают выпуск. На прилавках павильона Рыбный всегда богатый выбор. Сегодня очередное поступление вкусной и свежей рыбы. И цены вас приятно удивят. Килограмм горбуши свежемороженной стоит 230 рублей. Без голов 250 рублей. Кита свежемороженная 340 рублей. Кита без головы 390 рублей. Сельдь атлантическая свежемороженная 95 рублей за килограмм. Почти в такую же цену вам обойдется килограмм минтая, а филе минтая всего 190 рублей. Скумбрия свежемороженная 130 рублей за кило. Приятная цена и на головы палтуса 280 рублей. Треска свежемороженная атлантическая вам обойдется в 210 рублей за кило. А срезки филе трески 175 рублей. Килограмм пикши свежемороженной стоит 180 рублей, а северная навага 110 рублей. Помимо рыбы и рыбных продуктов в павильоне на Невского 14 большой выбор мясной продукции. Килограмм грудки куры 140 рублей. Куриная голень 135 рублей, а бедро еще дешевле 102 рубля за килограмм. Кура суповая всего 80 рублей за кило. Новинки сосиски адриановские 197 рублей и николаевские 187 рублей килограмм. Чтобы оплатить покупку, вы можете воспользоваться банковской картой. Рыбный павильон на Невского 14. Всегда свежая и качественная продукция. На 49 году преждевременно ушла из жизни любящая жена, сестра и тетя Буркова Елена Владимировна. Более 30 лет она посвятила работе учителем в коррекционной школе, где преподавала биологию и географию. Коллеги и ученики навсегда запомнят Елену Владимировну как чуткого и отзывчивого человека и прирожденного педагога. Прощание с Еленой Владимировной состоится в среду, 6 сентября, в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы с 13.30 до 14.00. На сегодня это все. Напоминаем, новый адрес редакции Котловского объединения телевещания «Ленина 60» напротив Горбатого моста. Смотрите нас и оставайтесь в курсе событий. Чем живут наши дачники? Что растет у них на огороде? Какие есть домашние животные? Кто лучше всех? Кто красивее? Приглашаем всех дачников в наш новый телепроект «Битва за урожай». Для участия необходимо сфотографировать, снять самостоятельно или пригласить нашу съемочную группу на свой дачный участок. Загрузить фото или видео в группу ВКонтакте «Битва за урожай Котлос». Лучшие работы получат призы. Подробности по телефону 8 953 265 5070 или по адресу Ленина 60, телекомпания Кот. Тотальный ценопад в супермаркете «Адмирал». Масло растительное 54,5 рубля. Майонез «Король стола» около 64. Горбуша «Балык» дешевле 500 рублей за килограмм. Сельдь слабой соли чуть больше 100 рублей. Замороженные овощи по 58,90. Вареньки с картофелем 44,90. Фельмени «Бамбушки» по 67,5. Котлоские чуть подороже. Шницель «Экстрат стрелы» по 76,50. Снижены цены на бекон «Невский», «Колбасу Краковскую» и «Вареную докторскую». Ждем вас за покупками. Центр боевых искусств и детская и юношеская спортивная школа приглашают взрослых и детей от 6 лет в группы универсального боя и самбо. А также мальчишек и девчонок 4-5 лет на тренировки общей физической подготовки с уклоном единоборств. Звоните прямо сейчас. Руки работают, видят глаза. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Школа бокса приглашает взрослых и детей от 6 лет на занятия. Хочешь стать сильнее? Никогда не сдавайся. Хочешь побеждать? Покажи свой характер. Школа бокса ждет будущих чемпионов в спортивном зале Котловского дворца культуры на Милентьево-18. И помните, боксом не занимаются, им живут. Распродажи меховых изделий из города Кирова. 9 и 10 сентября на втором этаже ТЦ «Радуга», город Котлов. 11 сентября в Вычигодском ДК. 12 и 13 сентября в молодежном центре «Родина», город Коряжма. 6 сентября в ДК поселка Вычигодске, 7 числа в Ливенском ДК. 8 и 9 сентября в Котловском ДК. 10 и 11 числа в КДЦ «Коряжма» выставка продажи натуральных женских шуб, зимних и демисезонных пальто, головных уборов от компании «Линия Меха». При покупке шубы за наличный лифткредит, меховая шапка в подарок, скидки, рассрочка, кредит. Спеши в Калаш! Только в сентябре 2017 года, каждую среду, скидка на все 20%. Не упусти шанс купить выгодно. Котлос, Мира 25, Коряжма, Пушкина 15. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама! Можно в рассрочку, без переплаты, на выставке «Меховые традиции». 6 сентября в Котлосском ДК на Милентьево, 18, с 10 до 19 часов. В студии керамики «Стека» продолжается набор детей и взрослых. Запись по телефону 8 900 916 0805 или по адресу город Котлос, торговый центр «Арена», 3 этаж, художественный салон «Квад Арт». Приветствую вас на новой рабочей неделе. Я, Елена Нилаева, расскажу вам о погоде на среду, 5 сентября. Генеральный спонсор нашего выпуска – сеть магазинов «Шикарные двери», которая поможет сделать ваш дверной проем идеальным. Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет до 30 сентября глобальные скидки до 40%. Шикарные двери ТЦ «Южный», ТЦ «Рубин» на Фрунзе 11, а также в Коряжме на Дыпцина 2. Шикарные двери. Открывайте с любовью. Глубный календарь советует не останавливаться на достигнутом. А для лучшего пути купите новую качественную пару обуви в отделе «Рикер». Комфорт, удобство, красота в «Рикере» найдешь всегда. Специально для вас немецкое качество по привлекательной цене. Осенняя коллекция уже в продаже. Для изящной женской ножки, сапоги и ботинки. Идеальная пара для мужчины – стильные кроссовки и ботинки. Все модные тренды нового сезона в отделе «Рикер». Торговый центр «Кристалл», второй этаж. Отдел женской одежды «Надежда» приглашает вас за покупками. В продаже широкий выбор деловых, вечерних платьев, жилетов, кардиганов и многого другого на любой вкус и кошелек. Женственность и романтичность подчеркиваются в каждой модели. Восхищенные взгляды будут направлены только на вас. Это отдел «Надежда» в торговом центре «Адмирал», второй этаж «Левое крыло». Синоптики говорят об обьем лете. И если в Москве оно пройдет при комфортной температуре, то у нас на неделе будет чуть больше 10 градусов и дождь. Завтра в Котласе будет малооблачным. Осадки маловероятны. Температура воздуха днем – плюс 8, плюс 12 градусов. Ночные часы – 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление значительно выше нормы. Ветер северо-восточный – 3-4 метра в секунду. А это был прогноз погоды на 5 сентября. Продуктивной вам рабочей недели. Будьте счастливы! Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» – второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова